А теперь мы займёмся анализом стихотворения. В первой части мы говорили о поэме Гоголя «Мёртвые души». А вторую часть я посвящаю поэзии XX века. Борис Леонидович Пастернак, роман «Доктор Живаку», стихи Юрия Живаку и стихотворение, которое называется «Гамле. Ассоциации потом». Я прочитаю его, потом мы будем его разбирать. Стихотворение состоит из четырёх строф, но я выбрала три строфы, потому что именно в таком порядке Владимир Семёнович Высоцкий пел это стихотворение как бард во время спектакля «Гамлет», где он играл гамлетов. Тогда уже он знал это стихотворение и сделал из него прекрасную песню, бардовскую песню. Гул затих, я вышел на подмостке. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, а в отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Теперь обратимся к анализу. И пункты анализа у меня следующие. Конечно, они не совпадают с теми вопросами, которые обычно задаются к лидическому стихотворению в заданиях. Но, я думаю, некоторые пункты из них вам будут полезны. Так, первый вопрос, который у меня задаётся к стихотворению, это история или картина? Голос затих, я вышел на подмостке. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку. Картина или история? Мне кажется, это история. Потому что она движется. Второй вопрос. Это действие или состояние? Потому что мы знаем и другую поэзию. Мы знаем фета, шопот, робко и дыхание, трели, соловья. Мне кажется, и это стихотворение. Есть действие. Потому что он вышел, он смотрит, он размышляет, он думает. Это действие, это несостояние. Далее. Как выражено и чем выражено, какими частями речи. Мне кажется, здесь очень много глаголов, потому что Пастернак – это очень мужской, брутальный поэт. Поэтому Высоцкий выбрал, сам выбрал это стихотворение. Пишем глаголы. И еще одна часть речи, которая когда-то была глагольной формой, но потом стала отдельной частью речи. Это краткое причастие. Это еще раз говорит о том, что это действие. Потому что глаголы – это действие, и причастие – это тоже признак действия. Далее. Настроение, состояние лирического героя. Какие слова и словосочетания это передают? Я один. Все тонет в фарисействе. Главное – это одиночество. Послушайте, как это одиночество звучит на французском языке. Но он не фиксит лордер десцен, и фатай и лысу дешмин. Соль. Туфунь дан ле ньи фарисиен. Ля ви а вивре, це не пар риен. Соль. Я один. Но «соль» – это звучит мягко. Я один. Можно звучит как будто один в поле войны. Так, одиночество. Далее. Ну, какие слова-словосочетания тут можно. Каждый может сам подобрать, какие слова. Так, ну, пока не будем. Далее. Как поэт руководит нашим взглядом? Откуда? Куда? Что? И как? Так. Первое. Прислонясь к дверному косяку. Он руководит нашим взглядом. Так. Косяк. Если только можно, авва, отче, чашу эту мимо пронеси. К Богу. Обращение. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не в поле перейти. Так. Далее что можно сказать? Тут можно сказать космос. И тут есть далекая ассоциация со стихотворением Лермонтова. Выхожу один я на дорогу. Космос, а также жизнь и смерть. Такое движение. Так. Далее. Какие цвета создают настроение? Цвет. На меня наставлен сумрак ночи. Тысячу биноклей носи. Сумрак. Ночь. Темно. Есть ли звуки и какие? Это не алитерация. Это не ассонанс. А какие-то звуки этого стихотворения. Что тут можно? Тишина. Мне кажется. Ночь. Сумрак. Человек размышляет. Поэтому тишина. Отголоски. А если отголоски, то в далекие дни. Вот теперь. Вот теперь вы можете развернуться в полную силу. Это ассоциации. Ассоциации могут быть из жизни. Как на экзамене по русскому языку. Могут быть из других видов искусства. Из других произведений. Вот тут, конечно, Шекспир, Гамлет. Это ассоциации. Это ассоциации. Спектакли и фильмы. Больше других мне нравится старый фильм Григория Козинцева. Где Гамлета играл Иннокентий Смоктуновский. Я смотрела его в детстве. Вначале он мне казался скучным. Но сейчас это мой любимый фильм. И мне кажется, Гамлета может олицетворять только Иннокентий Смоктуновский. Конечно, и Владимир Высоцкий очень хорошо исполнял. Но мне как-то ближе сумрачное исполнение этой роли Смоктуновским. Чем такое эмоциональное, на разрыв чувств, исполнение роли Высоцким. У нас в Якутском театре, в Саха театре тоже шел спектакль, идет спектакль «Гамлет». И он мне напомнил еще стихи Марины Цветаевой об Афелии, которая утонула и которую любил ли Гамлет? Который в конце задает вопрос «А я ее любил?» И прекрасная картина английских авторов, которые рисуют, как Афелия лежит в воде с красивым венком на голове. И возникает картина Александр Блок со своей невестой Любовью Менделеевой. Он исполняет роль Гамлета, а она золотистым плащом волос, которые падали ниже колен, и в которые вплетены полевые цветы и водяные лилии. Наверное, это было самое лучшее время их жизни, когда Блок был влюблен в любовь Менделееву. И прекрасная фотография свидетельствует об этом. Субтитры создавал DimaTorzok